Без освещения, конечно, плохо было, особенно ночью, потому что видимость плохая, особенно в такую погоду. Сейчас значительно лучше стало. Все хорошо. Я лично довольна. Я хочу сказать, что мы находимся на улице Карла Маркса. Это дом 64. Это средняя общеобразовательная школа номер 3 города Ядрина. В ней обучается более 700 учащихся. Самая большая школа в районе. У нас, конечно, сложились такие обстоятельства, что каждое утро обычно очень большое скопление народа, здесь движение большое. Провожают детей начальной школы, родители, подвозят их на автомашинах. Получается, что ходить-то негде опасно. И мы решили обратиться с Иксом в прокуратуру и помочь их решить этот вопрос. Как видите, я стою около светофора. Имеется пешеходный переход. Все сделали. Я хочу поблагодарить их. Большое спасибо. Этим людям помогли сотрудники прокуратуры Чувашии. Вопросы частного и общего характера. Просьбы защитить, устранить нарушения, помочь разобраться в ситуации. Это ведомство ежедневно стоит на страже наших прав и интересов. Первое, что мы видим, это рамка металлоискателя. Предъявляем документ. Здравствуйте, потому что пропускная система без этого не пропустит. Нас здесь встречает уже Алексей Николаевич, старший помощник прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информации. Здравствуйте. Добрый день, Татьяна. Как ты могла уже убедиться, что первое, с чем сталкиваются граждане, которые приходят в прокуратуру, действительно, это рамка металлоискателя. Это действительно является необходимостью, необходимостью требований безопасности в современном мире. Но хочу доверить всех приходящих в прокуратуру, что эта рамка прошла все необходимые проверки и является полностью безопасной для здоровья. Сегодня у нас не совсем официальная программа. Нам очень интересно, кто эти люди, которые здесь работают, почему они выбрали профессию прокурора и чем они еще интересуются помимо своей работы. Обо всем этом нам, конечно, расскажет Алексей Николаевич и все покажет. Татьяна, давайте сразу поговоримся. Сегодня ты Татьяна, я просто Алексей. Алексей. Пойдемте. Здесь, на первом этаже, обычно у нас всегда многолюдно, потому что здесь проходит прием граждан, которые пришли за помощью к прокурорам. Вот непосредственно в этом кабинете и проходит прием граждан, которые пришли к нам. Не помешаем? Ну, давайте заглянем аккуратненько. Вот, люди с вопросами обращаются к прокурору. Я думаю, мы не будем их отвлекать, потому что прием граждан идет, у каждого свои проблемы. Непосредственно хочу сказать, что любой человек может прийти в здание прокуратуры. При этом здание прокуратуры оснащено всеми необходимыми средствами для доступа маломобильных групп населения, то есть лиц с ограниченными возможностями. Есть специально оборудованные пандус, специальные звонки, приспособления. Поэтому хочу сказать, что никаких препятствий к любым лицам прохождения в наше здание не имеется. Кто этот человек, который отвечает непосредственно за весь прием граждан, за весь этот процесс, за всю организацию? За организацию приема граждан в прокуратуре Чуварской республики отвечает старший помощник прокурора Чуварской республики Сергей Александрович Кабуркин. Я думаю, мы сейчас с ним познакомимся. Сергей Александрович работает в прокуратуре с 2005 года. Начинал помощником прокурора в Маргашевском районе. Это у вас вообще принята такая практика? Вы часто работаете в одном районе, потом переводят вас в другой район. Это вообще как происходит? Ну, мы люди, можно сказать, практически военные. Поэтому сегодня ты можешь работать в районе, потом можешь работать в городе. И вот как Сергей Александрович уже в настоящий момент работает в аппарате прокуратуры Чуварской республики. Пройдемте. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, Татьяна. Сергей Александрович, с какими вопросами обычно обращаются люди, приходят на прием, где требуется поддержка? И вообще, какой он человек, который к вам приходит за помощью? Статистика показывает, что наибольшее число вопросов связано с нарушениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также часто обращаются к нам за восстановлением нарушенных трудовых прав. А также нередки случаи, когда граждане недовольны работой как службы судебных приставов, так и органов дознания. От официальных вопросов, наверное, уже отойдем. Если говорить о вас как о человеке, какое у вас любимое хобби? Ну, мое любимое хобби, оно на протяжении уже нескольких лет, это занятие волейболом. Я люблю эту игру. Она динамичная, командная. На мой взгляд, позволяет развивать такие чувства, как коллективизм, взаимопомощь. Поэтому я с удовольствием занимаюсь этой игрой. Татьяна, я вообще хочу сказать, что это не первый, не второй, не единственный спортсмен в нашей прокуратуре. Я думаю, чуть позже мы познакомимся с людьми, которые занимаются спортом, которые не только волейболом, но практически профессионально занимаются спортом. И то количество наград, которые мы в последующем увидим в нашем здании, будет говорить однозначно об этом. Тогда к Сергею Александровичу последний вопрос. Какой самый счастливый день в вашей жизни? Дни, когда я был поиск счастлив, это дни рождения близких мне людей, это мои дети, родители. Ну и, наверное, каждый день он счастлив по-своему. Пожелаем вам еще больше счастливых дней и пойдем дальше. И пройдемте дальше. Вот мы и подошли в наше кадровое подразделение, можно сказать, святую святых органов прокуратуры. Ну смотри, Алексей, обычно же отдел кадров занимается на предприятиях подбором персонала. Но у вас же не совсем так. У вас, получается, прокурор республики принимает на работу или как это происходит? Ну, я думаю, в любой организации окончательное решение о приеме того или иного работника на работу принимает именно руководитель. В данном случае, как ты правильно сказала, это прокурор Чуварской республики. Но непосредственно подбором персонала, тех лиц, которые претендуют на работу в органах прокуратуры, этим занимается наше кадровое подразделение. И возглавляет его старший помощник прокурора Чуварской республики Федорова Елена Ивановна. Елена Ивановна, сколько у вас сейчас вообще прокуроров работает в аппарате? И кого из них больше, мужчин или женщин? В органах прокуратуры Чуварской республики работает 27 прокуроров. Все они мужчины. А сотрудников всего сколько? Всего работает 384 сотрудника. Это и рабочие, и специалисты, канцелярия, секретари. Это и уже прокурорские работники, которые занимаются именно оперативной работой. Из ваших сотрудников, кого больше, мужчин или женщин? Ну, мужчин больше, но в целом, я хочу сказать, это примерно одинаковое количество. Смотрите, Елена Ивановна, вот закончил студенты юридический факультет. Как ему попасть вообще на службу в прокуратуру? Его сразу могут сюда после выпуска принять? Или нужно пройти какие-то процедуры? Самое главное, чтобы человек получил высшее юридическое образование. Когда к нам приходят лица, которые хотят устроиться в прокуратуру, я с ними провожу беседу и объясняю, какие нужно принести документы для того, чтобы трудоустроиться в прокуратуру. Стать в кадровый резерв на должность помощника прокурора города-района. Существует определенный перечень документов, которые собирают будущие претенденты на то, чтобы устроиться в органы прокуратуры Чувашской республики. После этого они проходят собеседование в прокуратуре города-района, где прокурор района проверяет их документы, изучает их личность. И, соответственно, если человек подходит для службы в органах прокуратуры, дают соответствующую рекомендацию. После чего мы проходим претендент на службу в органах прокуратуры, проверку старшим помощником по собственной безопасности. И, соответственно, еще психодиагностическое тестирование у нас проводит психолог, который у нас также трудится в органах прокуратуры. После всех этих соответствующих испытаний и еще проходит тестирование на уровень профессиональной пригодности, мы изучаем все документы и диплом, то есть об образовании. Смотрим, где и как, если парень проходил службу в вооруженных силах. Это плюс, если проходил. А если не проходил, он может служить в прокуратуре? Может служить, если отсрочка предоставлена на законных основаниях. И если человек действительно не служил, по уважительным для него причинам. Но обязательно требуется у нас исправка еще и о состоянии здоровья. Соответствующие формы. Мы тут объясняем претенденту, какая она должна. То есть и состояние здоровья тоже должно соответствовать для того, чтобы человек подходил для службы в органах прокуратуры. То есть определенный перечень критериев есть. То есть не только обязательно юридическое образование, но также состояние здоровья, уровень знаний, психическое состояние, как Елена Ивановна уже бы объяснила в этом плане. Ну, наверное, также во всех правоохранительных органах своя специфика. То есть недостаточно просто принести диплом. Недостаточно просто принести диплом. А, и вообще кадровое подразделение – это то место, где должны практически все знать о каждом работнике органов прокуратуры. Я думала, ты все про всех знаешь, как старший помощник прокурора республики. Татьяна, я думаю, ты преувеличиваешь мои возможности. Кадровое подразделение – это не просто официальная работа с кадрами и документами. Коллеги заботятся о хорошей атмосфере в коллективе. Так, например, у нас сложилась добрая традиция поздравляя всех сотрудников с днем рождения. Не только лично, но и по нашему радиоузлу. Уважаемая Елена Николаевна, коллектив прокуратуры Чувашской республики лично поздравляет вас с днем рождения. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастливыми моментами, невероятными встречами, неповторимыми эмоциями. На жизненном пути пусть сопровождают родные, которые дарят надежду и поддерживают вас. И надежные друзья, которые готовы прийти на помощь в любую минуту. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, подростка, оптимизма и успеха в дальнейшей работе. Пусть легко решаются проблемы, осуществляются все замыслы, а трудности, обходы к стороне. А сейчас мы находимся на втором этаже нашего здания. И я не ошибусь, если скажу, что это, наверное, один из самых мужских этажей нашего здания. Бывают и такие. Потому что здесь расположен отдел по назору за уголовно-паруциальной и оперативно-рыскной деятельностью. Простым языком говоря, это те люди, которые надирают за органами предварительного следствия. И, по сложившей практике, наверное, в этом отделе работают преимущественно мужчины. Хотя есть и одна девушка. Но я хочу привести вас не сюда, а в другой отдел. На этом этаже также расположен отдел по делам несовершеннолетних и молодежи. Они занимаются всем тем, что касается прав несовершеннолетних, садики, школы, дети, молодежь, вузы. То есть за всем этим они непосредственно надирают. Начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи Казбек Шихамович. Здравствуйте. А у вас есть свои дети? Здравствуйте. Конечно, есть. У меня трое детей. Два мальчика, 10-й и 11-й класс, и девочка в 3-м классе. Какие у вас сложились традиции с детьми? Что вы с ними вместе делаете, чтобы укрепить отношения, чтобы быть друзьями? С учетом изменившегося природного климата, который здесь, мы получаем полное удовольствие от данной погоды. Гуляем по вечерам по снегу, что редко на территории субъекта, откуда я приехал. Поэтому такие традиции по вечерам у нас бывают. Хотелось бы отметить, Татьяна, что Казбек Шихамович ранее работал в прокуратуре, которая расположена гораздо южнее нашей республики. И этот первый Новый год он встретил именно в нашей республике, так называемой солнечной, но в то же время снежной Чувашии. Это изменило как-то ваши ощущения от праздника? Теперь я полное удовлетворение получил от зимы. Вся семья радуется, что в таком обилии снега мы встречаем Новый год. У нас ежегодно проходит конкурс подделок, приготовленных детьми сотрудников прокуратуры Чувашской республики. И вот впервые дочка тоже приняла участие в конкурсе. Вот такие подделки у нас. Одна из подделок представляется на конкурс. А это, наверное, один из самых тихих этажей здания прокуратуры, потому что на третьем этаже расположен кабинет прокурора Чувашской республики. Так тихо отсюда проходим. Ну, кроме него, здесь находятся кабинеты старших помощников прокурора республики, помощников прокурора республики, которые непосредственно обеспечивают его деятельность. Ну, вот, например, мой кабинет. Этот кабинет нам знаком? Ну, еще хотелось бы сказать, что третий этаж – один из самых, если можно так выразиться, нелюбимых этажей здания прокуратуры для всех нерадивых чиновников, потому что именно на этом этаже находится отдел по противодействию коррупции. А вот непосредственно и сам начальник этого отдела Денис Александрович. Здравствуйте, Денис Александрович. Добрый день. У вас очень важный, серьезный такой отдел, но мы сегодня говорим мало о работе и много о личности прокуроров, а о вас как о человеке. Поэтому хотелось бы задать вам несколько вопросов. Какой у вас был любимый предмет в школе? История. Почему? Ну, всегда было интересно знать, рассуждать и обсуждать происходящее событие, происходившее событие, что явилось их причиной. Очень интересовался различными историческими битвами, историческими деятелями. И, в принципе, до сих пор этим интересуюсь. Слушаю ролики на Ютубе, выступления историков, известных плитологов. Какая ваша любимая книга? В основном изучаю уголовный кодекс, угон-порциальный кодекс, а также постановление пленума. Но из тех книг, которые я читал в основное время, я бы порекомендовал в качестве своего любимого, в том числе, книгу Евгения Становского «Котел с неприятностями». Это очень интересная книга, она посвящена Ближнему Востоку и тем процессам, которые там происходят. А ваше хобби? Может быть, вы чем-то занимались в школе, и это получило продолжение вашей взрослой жизни? Я долгое время занимался социальными танцами. В частности, я танцевал аргентинское танго, сальсу, ну, ряд других танцев. Сейчас уже, в принципе, наверное, я больше не интересуюсь, чем занимаюсь. Почему вы выбрали профессию прокурора? Ну, потому что эта профессия для меня наиболее близка. Те цели и задачи, которые выполняет прокуратура, они близки мне как человеку, как личности, и при их выполнении я получаю огромное чувство удовлетворения. То есть каждое предсвеченное коррупционное преступление, каждый привлеченный к ответственности коррупционера, для меня означает, что мы все вместе, работники прокуратуры, работники прокуронов, сделали небольшой вклад, чтобы жизнь России стала лучше. Приблизили морское цветовое будущее. Примерно с какого возраста вы знали, что вы точно выберете эту профессию? С четвертого курса университета. Наверное, это примерно 21 год. А если бы вы не стали прокурором, кем бы вы могли стать? У вас вообще был запасной какой-то вариант? Если бы я не пошел на юридический факультет, то я 100% был бы историком. Скорее всего, возможно, я преподовал бы в школе, либо в университете. Но если на юридической, на воде юриспруденции, то, скорее всего, наверное, юрисконсультом. На самом деле, не такой уж и страшный отдел, но, конечно, если ничего не нарушать. Спасибо, Денис Александрович. А мы продолжим свой путь по прокуратуре дальше. Татьяна, работники прокуратуры не только профессионально исполняют свои должностные обязанности, но и занимаются спортом. Об этом говорят многочисленные кубки и награды, которые расположены на стендах в нашем здании. Какой у вас вид спорта самый популярный? Ну, наверное, самый популярный вид спорта в органах прокуратуры – это, безусловно, футбол. И вот как раз мы видим нашего капитана футбольной команды Юрия Петровича Юркина. Аспа совместительства начальника уголовно-судебного управления. Юрий Петрович, со скольки лет вы начали заниматься футболом? Ну, я, как и все ребята дворовые, начинали играть в футбол с малого детства. Ну, я, как себя помню, лет 6-7. С этого роста я и пасет в сегодняшний день, уже мне уже давно за 50. Я все продолжаю активно заниматься этим любимым видом спорта. Хватает у вас времени на тренировки? Ну, в сегодняшнем возрасте, конечно, на тренировке время, с учетом нашей работы специфики, не так много остается. Но, тем не менее, мы активно занимаемся. У нас есть своя футбольная команда, которой уже, хочу сказать, уже более 15 лет. С того момента, когда стал представителем прокурора Чувашской республики Зайцев Сергей Петрович, он создал нашу футбольную команду. Сейчас он замгенерального прокурора. Активно также интересуется нашими спортивными успехами. Приезжал недавно к нам в гости, смотрел кубки, вспоминал в то время, когда он здесь работал. Ну, и нынешний наш руковод, Василий Митрофанович, это вообще азартный болельщик. Он нас возродил, скажем так, обновил нашу футбольную команду, которая в настоящее время участвует во многих спортивных мероприятиях. Не только в республике нашей, но и за пределами. Мы участвуем в региональных турнирах, которые проводятся в Татарстане, в Башкортостане, в Самаре, в Мордовии, в Пензе. Мы также участвуем на Кубке Северюгина, памяти прокурора района, которая ежегодно проводится в городе Москве. Тоже активно участвуем, и даже там были призерами. Ну, вы получаете постоянно в спортивной форме? Ну да, конечно. Работа должна и позволять, и должна сопутствовать тому, чтобы каждый сотрудник наш активно занимался и спортом, и футболом, и любимыми видами занятий. А когда-нибудь вы равнялись на каких-нибудь знаменитых футболистов или кто был вашим кумиром? Ну, я с детства болею за команду ЦСКА. Это моя любимая команда, с 72-го года. Мой, ну сейчас покойный отец, тоже был любителем футбола, он активно болел тоже за, в то время еще, ЦСКА. И моим кумиром, это, конечно, кумиры детства. Это вот Юрий Чесноков, Анатолий Тарханов. Я не знаю, кто искать. Это сейчас в столкновение интересов произошло. Да, он был такой, я бы сказал, что... Ну, он сейчас действующий, тренер Тарханова, да. Ну, вот они остались моими кумирами. Ну, на сегодняшний день, конечно, у меня таких нет кумиров, но я болею за сборы наши, российские, за мировой футбол. Красивый футбол. Спасибо, Юрий Петрович. Желаем вам крепкого здоровья и дальнейших, конечно, спортивных успехов. Я тоже спасибо вам за интервью. И я, конечно, надеюсь, что наш футбол, в частности, наша прокуратура будет возрождаться и радовать и нас, сотрудников, ну и вообще... Болельщиков? Да, болельщиков наш прокуратур. Всего по штату у прокурора республики имеется три заместителя, один из которых является первым. В настоящий момент одна вакансия заместителя прокурора является свободно. Каждый заместитель прокурора республики отвечает по своему курируемому направлению деятельности. И вот непосредственно мы подошли к кабинету первого заместителя прокурора Чуварской республики Евграфа Александра Петровича. Здравствуйте, Александр Петрович. Добрый день. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Александр Петрович, какие общечеловеческие неофициальные законы вы считаете самыми важными в обществе? Ну я, как и в целом все общество, считаю общечеловеческим самым важным законом. Это не убей, не укради, почитай отца и мать своих. То есть 10 заповедей Христа, как было 2000 лет назад, только и сейчас они не перестают быть самыми важными законами в обществе. Вы принципиальный человек? Я стараюсь быть принципиальным. По работе, да, есть так называемые принципы. Принципы – это же основа всего, или нормы нравственности тоже принципы, кстати. Те же заповеди – это тоже нравственные принципы. Но в юридической науке быть непринципиальным нельзя, что касается юридической науки. Например, правенство всех перед законом. Оно должно быть, не должно же быть колебаний. Все должны равны быть перед законом. Верховенство власти, принцип разделения властей. Законодательное, исполнительное, судебное. Поэтому в этой части, да, но, знаете, вопрос принципа и компромисса, например, здесь зависит от многих факторов. И в некоторых случаях, но не юридически, опять же, с точки зрения… В человеческих отношениях. Давайте, да, в человеческих отношениях. По-человечески соблюдается должен и компромисс тоже. Не только в принципе, но и компромисс. Какие человеческие качества вы считаете самыми важными в вашей профессии? Ну, деятельность прокуроров – это, прежде всего, ответственность, повышенная ответственность, обостренное чувство справедливости, ну, естественно, соблюдение законодательства. Ну, и, знаете, может, меня сейчас другие не правильно поймут, но я считаю, гуманность и сострадание к ближнему – это тоже одно из важнейших частей качества прокурорского работы. Конечно. Спасибо. А мы находимся на самой высшей точке нашего здания, на нашем шестом этаже. И здесь, на этом этаже, помимо конференц-залов, которые может вместить в себя более 180 человек, расположен музей прокуратуры Чуварской Республики. Это музей – очень интересное место, потому что здесь хранится история создания не только прокуратуры Чуварской Республики, но и создания в целом всей прокуратуры России. Есть, имеются вещи, которым принадлежали как первому прокурору Чуварской Республики, так и другим прокурорским работникам, и другие вещи, которые использовались в повседневной жизни прокурора. Эти вещи мы с помощью ветеранов наших нашли, с помощью музейных музеев нашей Чуварской Республики, принесли сюда и организовали такой, на наш взгляд, очень довольно-таки полный музей. Кроме того, здесь, допустим, на этом стенде имеются сведения обо всех прокурорах Чуварской Республики. С момента образования прокуратуры Чуварской Республики в 1922 году это Лбов Александр Петрович был первым прокурором Чувашу. И по настоящий момент это действующий прокурор Чуварской Республики Василий Митрофанович Пословский. На этом наше знакомство с работой сотрудников прокуратуры Чуварской Республики подходит к концу. Надо отметить, что это лишь малая часть огромного масштабного механизма. Но самое главное, что мы выяснили, что в прокуратуре работают такие же люди, как и мы все. Просто с обостренным чувством справедливости. Ты со мной согласен? Да, Татьяна, я совершенно согласен с тобой. Действительно, за нашими погонами, за нашими сильными мундирами живаются простые люди. Со своими вопросами, со своими проблемами. Но каждый день, приходя на работу, мы стараемся, чтобы права и свободы всех жителей нашей республики постоянно соблюдались. Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны органов прокуратуры Чувашской Республики. Сердечно поздравляю всех вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации. Достойно продолжая и приумножая славные традиции своих предшественников, сотрудники прокуратуры Чувашской Республики с честью выполняют сложные и ответственные задачи по осуществлению надзора за исполнением законов практически во всех сферах жизни и жизнедеятельности. Уверен, что все работники прокуратуры Чувашии будут и впредь постоянно принимать своевременные эффективные меры по защите прав и законных интересов жителей нашей республики. Неоценимый вклад в обеспечение законности на Чувашской земле внесли многие поколения прокуроров. Мы всегда будем чтить беззаветную преданность наших ветеранов делу служения закону. Выражаю всем за это искреннюю благодарность и признательность. В этот праздничный день искренне желаю всем сотрудникам прокуратуры Чувашской Республики, нашим ветеранам, близким и родным доброго здоровья, успехов, удачи в дальнейшей плодотворной деятельности на благо нашего великого Отечества. Редактор субтитров А.Семкин